Добрый день! Я очень участвовал класса Бедрин Фильдар, КС Кашкова в 17-4 и Нигирос Сексуиз Вадима Александровича Матросова. Я участвовал в конкурсе из турнира корабля и поэтому хотел рассказать об крейсере «Аскольд». «Аскольд» поднепал на крейсере первого ранга во время русско-хипонской войны, оделся в первой технической эскадре, базирующей в порт «Артуре». О звании крейсера у нас следовало пара основного корвета «Аскольд» и тоже на 21 декабря 1887 года в честь канитарных кейсов князя Аскольда. Крейсер заложен 8 июня 1889 года на верфи Германферфт в Киеве. Спущен на воду 2 марта 1889 года. Вспил в строй в 1862 году, служил в фашистском военном флоте нашего ставки Белартийского флота. Участвовал в двух войнах в русско-японской и Первой вировой войне. Аскольд участвовал в сражении лота моря. В бою крейсер получил счетовое повреждение. Погибли 1 офицер и 10 матросов. Ранение получили 4 офицера и 44 матроса. В первой вировой войне самое преимущественное событие боевого службы в крейсера стало участие в Дардонельской операции. Аскольд вошел в 6-ю эскадридж союзного флота под командованием французского антрамирала Генрот. После перемирия с Германией в 1912 году началась частичная демилизация флота. Увольняли эти моряки старшего возраста, призванные в 1907-1910 годах. Потом некоторое время пришло на сторону Требента. В 1912 году было выкуплено в Советской России, но по виду плохого технического состояния принято вращение о продаже корабля на сло. Спаси некоторое время отбуксили на Гамбург и был разобран. Вот и краткий рассказ о службе крейсера. Теперь обратите внимание на конструкцию данного корабля. Корпус крейсера был собран по количественной системе набора. Корпус разделялся водопроницаемыми переборками транса отсеков. Монтаж ролевой рубки был просмотрен по первоначальному проекту, в отличие от крейсера Новик. Пронирование. Пронимая рот, пронимая палуба была главной защитой корабля. Она названа «коропастной», так как по форме напоминала панцир черепахи. Пронимая палуба из двух слоев плит. Нижняя из корабля строительной стали толстой 10-15 мм и верхняя из лидерной никелевой брони 30-60 м. Артельерское вооружение состояло из 12-152 мм патронов пуши системы Канэ, длиной ствола 45 калибров палубных и казематных установках, орудия защищены броневыми щитами. 12-75 мм пуши Канэ, длиной ствола 50 калибров, 8 одноствольных 47 мм пуши Кочкеса, 2-153 мм пуши системы Барановского, на каждой слофетах предусмотрен для поддержки корабельного десанта, 2-37 мм пуши Кочкеса, 4-х пулеметов, 6-381 мм трюбинных аппаратов. Теперь о двух словах о процессе рисования данного корабля. Вы сейчас можете увидеть сам корабль на сене. Я расставал корабль не один, мне помогала сестра. Сам процесс был очень увлекательный. Мне понравился этот крейсер, корабль, тем, что его история и судьба была очень тяжелой. Он прошел этот длинный тяжелый путь в конце, и вопрос заданного албома. Он всегда слышал веры и правды. Ну вот и все. Всем всего за внимание.